Яна, что это за предприятие вообще? Что здесь делают? Буквально утром я был в Москве, а сейчас я в городке Млава. Это 2 часа от Варшавы. Так выглядит столовая. Всем привет, друзья! Это Илья, я в городе Млава. Это 2 часа поездом от Варшавы. Сейчас мы на заводе. Что за завод? Давайте на начало представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Яна, являюсь координатором, координирую работником на данном заводе. Понял, что это за завод? Завод, тут производят компоненты к частям телевизора. Это завод LG, здесь делают задние крышки и держатели для схем, для внутренних плат. Да, тут делают части к телевизорам, потом это все собирается на заводе LG. Это завод Final Touch. Понял, друзья, мы сейчас сняли где-то на 17 минут видео, внутри походили по производству. Сегодня здесь инвентаризация, нам повезло. Народу очень мало. Было тихо. Было тихо, не было звука работающих станков, прессов. И мы смогли спокойно пообщаться, сделать видеоматериал. Вы сейчас все это увидите. Яна, по поводу зарплат. Вот много вопросов в прямом эфире с Инстаграма прилетело по поводу зарплат. Какие здесь зарплаты? С января месяца зарплата в час 12.70. Плюс к этому есть также премии. Но праздничные премии это к новому году. У нас в этом году люди получили, те, которые естественно работали последний месяц перед новым годом. Перед новым годом 160 злотых. Плюс это пачки для детей, конфеты. Также производство каждый год на праздники разыгрывает телевизор LG. В основном их получают иностранцы, украинцы, так как больше часть работает 500 людей из 800 это иностранцы на этом предприятии. Я понял, график работает для иностранцев и для местных какой? Для иностранцев это две смены. С 6 до 18.00, либо с 18.00 до 6 утра. Также хотела бы отметить, что для тех, кто хочет все больше, чем 12 часов работать, тут тоже есть такая возможность. Все, чего хочет человек. Поляки работают в три смены по 8 часов, так как у них это обусолено законодательством. Я понял. Самая минимальная зарплата, которая может быть у иностранца и самая максимальная. Я, кстати, видел там на заводе уже есть 30 человек, это лидеры производства. Сколько может минимально зарабатывать гражданин СНГ и сколько максимально? Если говорить в общем о вакансиях в Польше, на данном предприятии у нас одна ставка, потому что у нас здесь одна вакансия. Это Монтер. Тут ставка 12.70 злотых в час. Но есть и другие производства, есть другие предприятия, там где иностранец может зарабатывать 18-19 злотых. Лично у меня, я также являюсь координатором на других заводах, больше всего получают 19 злотых в час. Я понял. В месяц сколько получается? Самый минимум и самый максимум? Все, честно говоря, все зависит от того, сколько человек часов отработал. Тут, на этом заводе, люди отрабатывают примерно в среднем 300 часов. То есть 260 это минимум, я бы так сказала. 300, некоторые при возможности даже 400. Вот был у меня такой человек, который отработал 400 часов, конечно, ну, кто как хочет, кто чего хочет. Понял, мы просто привыкли к долларам и евро. Вот в евро сколько можно зарабатывать в месяц? Можно пересчитать? В евро, я думаю, примерно 1000 евро можно. Это минимум? Это не минимум, это в среднем. Нет, наверное, я сказала много. Давайте, я думаю, это 900 евро, это в среднем. Друзья, в среднем 900 евро станете перед веком производства, сможете зарабатывать в два раза больше. Если ничего не делаете, то, наверное, меньше, да? Ну, если ничего не делаете, тогда это не к нам. Понял. Как тут решается проблема с жильем? Мы селим своих людей, как только они к нам приезжают в город. Мы сразу их поселяем на наше жилье. У нас тут имеются дома. Люди в основном ходят пешком на предприятии. Если же не пешком, мы, конечно же, по нашей стороне решаем проблему с доездом. Понял. Вопрос страховки. Человек, как только приступает к работе, застрахован от работодателя. Он имеет право пойти к врачу, к терапевту, записаться к семейному врачу. Так что в случае несчастного случая или что-то происходит с человеком, он может обратиться бесплатно к врачу и лечиться. Понял. Вот если, допустим, человек приехал всей семьей, вопросы трудоустройства супруги и ребенка, школы, детский сад? Являются тут у нас такие семьи уже в самом начале. У нас есть две семьи, также с детьми. Одна семья приехала с двумя детьми сразу, причем люди не по визе, а просто по биометрии. Мы сразу же начали готовить документы их на карту побыта. Дети ходят в школу. Абсолютно с этим нет никаких проблем, но этим занимаются уже родители. То есть фирма со своей стороны предоставляет, также вписывают детей в страховку обязательно. И мы подаем документы на карту побыта сразу и для детей, и для наших работников. Я понял. Друзья, спасибо, Яне. Спасибо вам, что смотрите наш канал. Всем удачи. Пока. Хорошего дня. Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...